Представляем, катил сыроварню на полторы тысячи литров. Значит, крышка разбирается на две половинки. Одну половинку уже сняли. Так, это у нас, значит, краники уровня. Это краник нижнего уровня. Это краник для проточного нагрева, либо охлаждения. Это краник средний. Здесь у нас группа безопасности. Это электрократный манометр, клапан аварийный, заливочная воронка расширительная. Здесь у нас краник три четверти для выхода протока, либо нагрева, либо охлаждения. Это кран слива ДУ-100 и пульт управления. Значит, сетевая кнопка стоит, значит, у нас тут шесть блоков. Стоит шесть блоков у нас по... По шесть киловатт. Шесть киловатт общая мощность. Каждый блок у нас включается отдельно. То есть шесть киловатт, двенадцать киловатт и так далее. Таймер стоит. Ключевый таймер, сейчас выстроим на пять секунд. Здесь стрелочка, переворачиваем, переводим, сколько она надо в режимы. То есть таймер работает. Это автореверс. Решалка у нас реверсная. Регулируется резистор асфальтового управления. Либо быстрей, либо медленней. Разбирается на клапанном соединении. Желобок для полного отлива. Датчик ведем вверх. То есть так, если так же предусмотрен, это в другую сторону. Присмотрен автореверс. То есть включаем автореверс. Выставлено по пятнадцать секунд. То есть отработает в одну сторону, потом перевернется мешалка в другую сторону. Переключилась мешалка, и будет работать в другую сторону. Отработала, перевернулась. Все идет нагрев. По терморегулятору задаем параметры. И блочь нам включаем. Если не будет воды, загорится красная лампочка аварии. Разобирали, лампу разобрали. Все мешалка можно вытащить. Ну все, котел готов к работе.